И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всех приветствую на канале Турецкие Байки. Сегодняшнее видео я записываю, ну, два дня спустя. После того, как я сходила на третий контроль к диетологу, это примерно сколько? 5 с небольшим недель получается, да? Как я занимаюсь, собственно, собой. В прошлом видео, которое я записывала, на моих весах была разница, ну, около 10 килограммов. Сейчас уже показывает около 12 килограмм разницы. Но давайте все-таки по диетологу. Именно за 5 недель, что я потеряла. Последняя неделя у меня, кстати говоря, вообще прошла без спорта, потому что муж лег в больницу. Я ездила к нему, разрывалась между домом, школой и больницей. Сейчас он, слава богу, дома. Ну, пока аэропорлу, то есть пока он на больничном. Но зато теперь есть время снова заняться спортом, походить, в общем-то, в фитнес-клуб. Итак, за 5 недель по умным весам диетолога я в общей сложности потеряла 9 килограмм 100 грамм. Но чистого жира я потеряла за 5 недель. Сейчас скажу, сколько. 5 килограмм 800 грамм. То есть я потеряла еще где-то 3 килограмма мышцы. И здесь вот есть жидкость. То есть у меня еще, ну, вот это вот все оставшееся, это ушла жидкость. Да, у меня есть некоторое обезвоживание такое. Все-таки идет рамазан. Я, конечно же, несколько вареная. Уже 2 недели рамазан идет. Еще 2 недельки осталось. Но мне всегда, в общем-то, рамазан помогал. То есть сухая диета, когда ты только в определенные часы догоняешься жидкостью, ну, в общем-то, и почки у меня отдыхают, и сама себя лучше чувствую. Ну, и жир лучше уходит. Почему? Потому что каждая молекула жира состоит из глицерина или глицерола, кому как больше нравится, и трех жирных кислот, которые между собой, все это дело связано водой. И если жир, в общем-то, разрушается, то высвобождается вода. Главное, чтобы потом этот жир правильно упаковывался и выходил с желчью, например, или разбирался дальше на молекулы и уходил в энергию. Итак, за последние две недели у меня ушло 1 килограмм 400 грамм жира. Ну, в предыдущей контроле у меня ушло 1,5 килограмма жира. Так что все не так плохо, несмотря на то, что неделя без спорта. И в прошлую неделю я потеряла аж 2 с лишним килограмма мышц, а в эту неделю я потеряла 1,2 килограмма. То есть все равно жира ушло больше. Она меня не ругала, диетолог мой, в этот раз. Я спросила, почему, ну, как бы мышцы все равно уходят. Она говорит, ну, это типа нормально. Главное, чтобы жир уходил больше. В прошлый раз у меня, да, плохая пропорция была. Ну, и как я уже сказала, на моих весах общая разница, вот с момента похудения показывает 11-12 килограмм. Что ж, это все меня, конечно, мотивирует, и я продолжаю. Дальше о чем хочу рассказать. Про, собственно, рамазан. Рамазан мне тяжело дается, честно. Все-таки слишком большой интервал, как я уже говорила, по-моему, что рано утром я ем, потом очень долго я терплю, без воды, без всего. И только к вечеру можно покушать и, наконец, напиться воды. Я к вечеру не ощущаю жажды. Я не так хочу пить, если честно, как есть. Раньше, в другие года, я наоборот, хотела больше пить, чем есть. Сейчас именно я хочу есть. И очень тяжело сахар дается. Почему? Потому что нужно в себя затолкать. Был огромный кусман сыра. Это было тяжело. А к вечеру я голодная, и я начала нарушать диету, честно скажу. Несмотря на то, что у меня вроде результаты неплохие, я достаточно хорошо так нарушала диету. Где-то я перехватывала машины шоколадки, ну, не больше одной в день, честно, и не каждый день. И фрукты, особенно финики, не могла остановиться. То есть, обычно две штуки, ну, максимум съедаются на ифторья. Я могла и горсть съесть, и клубнику есть, например. Это все не есть хорошо, поделилась этими мыслями с диетологом, потому что, ну, собственно, за что я ей плачу деньги. Она говорит, давай-ка мы сделаем объем утром поменьше, чтобы ты могла в себя впихнуть это все дело. А вечером, раз уж ты голодная, побольше. Как она мне изменила? Она говорит, давай сыр убирать. Она оставила всего маленький кусок размером с два пальца и добавила второе яйцо на утро. Остальное все утром не меняла. А вечером, чтобы еще добавить вот этот белок, она сказала, ну, не как 4 яйца размером, а как 5 яиц размером, ешь мясо или курицу или рыбу. То есть вечером у меня вот такая вот тарелка. Ну, практически маленький цыпленок, если брать его, я должна его съесть целиком. Я имею в виду, знаете, вот такие вот небольшие, когда вот тушки идут. Она говорит, если ты съедаешь, ну, там, с кулачок фруктов на вечер, это не страшно, если ты не каждый день делаешь. Ну, я уже не стала признаваться, что бывает часто. Я решила все-таки вот эти две недели с лишним продержаться сейчас, потому что, ну, осталось-то рамазана половина. Там дальше я перейду в свой нормальный режим, я вообще не буду ощущать голода на диете. Я, собственно, не хочу публиковать этот лист, но он так себе. Если вы, конечно, хотите, я могу в Телеграме опубликовать, сделать ссылочку, как она мне поменяла диету. Ну, в принципе, то же самое, что в прошлый раз. Просто вот изменить чуть-чуть вот больше яиц, меньше сыра, больше мяса, так скажем. Еще о чем я хотела в этом видео сказать. Ну, в этот раз я одна пошла к диетологу. Вдобавок, рамазан идет, я пощусь. Поэтому ни по каким ресторанам мы не ходили. Насчет Мерта хочу сказать. Он был лег на операцию по поводу геморроя в больницу Эгемет местную здесь. Эгемет, в общем-то, занимается этим, медицинским туризмом. Ну, да, я, в общем-то, вам ее рекомендую все-таки. Хорошая больница. Она внутри несколько старовата, но очень хорошие, крутые специалисты. Большинство из них говорит на английском, то есть объяснить вам все смогут. Палата очень мне понравилась. Когда-то давным-давно я под Норильском, там есть город Аганер, я работала в Аганерской больнице, когда она еще была нормальная, молодая, только отстроенная югославами. И вот там вот маленькие крошечные были палатки, VIP-палатки с телевизором отдельные, с холодильником. Здесь у нас большая палата была. И такая палата у каждого пациента, кого оперируют. Большая палата с кроватью функциональной полностью, с диванчиком, где может поспать, в общем-то, ухаживающий. Ну, я там не оставалась спать, незачем было. Первую ночь там сестры и санитарочки прекрасно обслуживают. Я вообще даже удивилась. Здесь обычно вот выдавляют больницы государственных. Там надо еще подмазать, в общем-то, санитарочкам или кому-то, чтобы вообще помогли или что-то, или даже за смену белья иногда нужно подмазывать. А здесь очень чисто. По первому же требованию все меняют, все дают, как бы. Есть холодильник, есть большой телевизор, есть кнопка вызова, то есть чего только нету. А, кстати, отдельный туалет с душем. Болица нам понравилась, доктор нам понравился. Но там я уже заснимать не стала, как-то так, знаете, неохота была в больнице. Я же все-таки не турок, который там везде фотки делают на фоне больного там родственника или мужа. А так теперь муж пока что дома. Он в наш фитнес-центр пока что не сможет ходить, где-то 6 недель. Поэтому мы будем с дочкой туда ходить. Ну, с дочкой там, получается, только я в бассейн еду. Поэтому, скорее всего, для нее я отдельно буду приезжать. А так я занимаюсь в фитнесе. Я стараюсь заниматься каждый день, потому что это мое место отдыха. Да, я туда еду прямо магическое какое-то чувство расслабления. Там вся обстановка к этому располагает. Я пока еще идет, в общем-то, рамазан не пользуюсь ни сауной, ни тепловыми всякими процедурами, потому что потом пить буду хотеть. Мне некоторые люди спрашивали, типа, как ты вот держишься без воды и занимаешься, типа, спортом. Ну, по тому же принципу, по которому выстроен весь этот пост. То есть люди должны продолжать нормальную жизнь. А не так, что есть вот такие товарищи, когда я уручу, типа, я на посту, и меня не трогайте, я вообще не буду шевелиться, только спать и ждать и в таро. Нет, такого нельзя делать. Я достаточно хорошие силовые провожу тренировки. Я, собственно, в спортзале там провожу, ну, где-то часа полтора. Потом еще полчасика плаваю в бассейне. То есть, ну, по всем, если приборам брать, которые там вот есть, на разных вот этих тренажерах, если они правильно показывают, я где-то 500 калорий сжигаю только на тренажерах. Потом еще плаваю, там, естественно, не учитывается. Да, еще с прошлого видео были люди, которые их, ну, прямо так и передернуло, что как это так, вот они там пошли в дорогое место, начали мои деньги пересчитывать с мужем. Вот если бы у них были деньги, то они бы разумнее поступили, а мы так вот тратим деньги. Ну, как бы наши деньги не надо пересчитывать, ладно? Вы свои пересчитывайте. И я даже не хочу останавливаться на этих, ну, мерзких комментариях. Настолько неприкрытая зависть какая-то была. Люди, если вы хотите, тоже найдите. Уверена, в больших городах всегда есть отели, где есть спортсалоны. В России там у нас вообще вот несколько, я знаю, крутых очень спортсалонов и с бассейнами, и со всем вместе. То есть это вообще не проблема пойти и купить абонент. Был достаточно один мерзкий комментарий такой, типа, вам вообще это все не нужно, вы деньги на ветер опустили, вам нужно вот здесь вот в Уйдукенте по горам ходить. Не, я на самом деле вам пожелаю, вот, кто мне такое посоветовал, ходить и в дождь, и в сляткать, и в жару, по пыльным дорогам вот здесь Уйдукенте, свои повседневные одежды портить ее без душа, без всего, и таким образом заниматься, ну, типа спортом. А я буду в человеческих условиях заниматься. Ладно, ну, вообще, друзья мои, в последнее время, не знаю, с чем связано, очень много провокаций идет, откровенной ненависти какой-то, токсичности. Не скажу, чтобы меня это сильно трогало, поскольку я сейчас на таком расслабоне нахожусь. Ну, ладно, не скучайте там в этом черном списке моем, в бане. Следующий контроль у нас у диетолога будет две недели спустя, посмотрим, буду ли я видео записывать. В принципе, пока что все, ну, знаете, идет с мелкими корректировками. Диеты что-то глобально прямо не меняется, и просто я отслеживаю, какой вес я потеряла. То есть за пять недель я достаточно хорошо так скинула то, что я набрала за два месяца. Теперь я просто дальше двигаюсь к похудению, к оздоровлению и так далее. Чувствую себя вообще замечательно, на миллион долларов. Очень энергичная стала. Я вам уже об этом рассказывала. Все становится только лучше и лучше. И сейчас, да, у меня еще вопросы оставались, на которые я не ответила. Конкретно по спортивному белку. Сейчас прочитаю этот. Здравствуйте. Если уже нет сил есть эти яйца и куриные грудки, можно ли заменить на спортивный протеин? Интересно ваше мнение. Ну, чисто мое мнение тогда, вот, когда вы мне задали этот вопрос почти две недели назад. Да, я думаю, что, наверное, можно, но решила спросить у диетолога. Она как сказала? Ну, она сначала спросила, чего, действительно в спортзале такие прямо силовые тренировки? Ну, я рассказала ей, вам тоже вот расскажу. Я обычно, ну, прихожу сначала на эллипс. Он как бы разогревает. Это мне еще в России тренер посоветовал. То есть сразу. Где-то минут 20 провожу на нем. Сейчас я уже повышаю на нем нагрузку. Потом сейчас я начала такой тренажер, ну, по типу гребли. Там садишься и нагребешь. Пока немножко. Получается минутки три. Хочу хотя бы до пяти минут довести. Потом я иду на беговую дорожку. Нет, я не бегаю. С моим весом не побегаешь. Считайте, я на себе еще сколько килограмм несу. Поэтому я хожу. Очень быстро хожу, насколько могу, в общем-то, с той скоростью. Иду я минут 40. У меня получается, ну, почти 4 километра. Чуть-чуть меньше, честно. Очень много там тоже калорий сжигается, пока я иду. С наушниками, с любимыми песнями. Потом, что я еще делаю? Я сажусь на велотренажер там. И тоже минут 20. Мне очень нравится на велотренажере. Там можно маршрут выставить. Тебе картинку показывают, как будто ты по всяким красивым местам едешь. Такой интересный велотренажер прямо. Ну, пока ты в эту картинку пялишься, эти 20 минут вообще незаметно пролетают. Там я тоже с нагрузкой занимаюсь. Потом что я делаю? Потом я делаю упражнения, вот как я раньше вам говорила, Клауди Шифер на руки. Мне сейчас надо бы еще на пресс добавить. В предыдущем спортсалоне там был тренажер такой, где можно пресс покачать. А тут что-то я не понимаю, который из них обыкновенный, чтобы просто пресс покачать. Судя по всему, нужно по старинке будет просто на коврике качать его. Ну, нужно будет выучить тоже эти упражнения различные там, ну, с разными поворотами и так далее. И тоже перейти на пресс. В общем, так рассказала я диетологу своему. Она говорит, да, типа, ты много занимаешься, можешь употреблять спортивный протеин. Но, говорит, желательно, чтобы ты мясо никуда не выкидывала. Ты можешь его дополнительно, говорит, принимать. Говорит, сколько можно принимать? Она говорит, ну, где-то 20-25 грамм за раз, то есть один раз в день. Обязательно его в чем-то прохладном или теплом размешивать. Или просто в воде, или вмешивать, например, в чурбу, но если она не горячая. Если еле теплая или холодная. Или, говорит, в йогурт можешь вмешивать и есть вместе с йогуртом. Вот так вот я и вам, и себе ответила на этот вопрос насчет спортивного протеина. Еще она сначала говорит, а зачем тебе спортивный протеин? Лучше ешь куруемиш в том же объеме, 20-25 грамм, дополнительно, если уж ты так хочешь еще. То есть набирать мышечную массу. Куруемиш – это орехи и сухофрукты. Говорит, что это больше, более органические. Но, мне кажется, они более калорийные. Потому что спортивный протеин, он чисто протеин идет. Так что вот так вот я вам отвечу на этот вопрос. Ну, и напоминаю, что сейчас вы можете мне задать, какие вопросы вы хотите к диетологу. Если я сочту его приемлемым, то я его задам или сама на него отвечу. Ну, чисто как бывший врач. Пожалуйста, не пишите мне никакие вопросы по БАДам, по всяким добавкам. Вы меня, если честно, ими задолбали уже. Я просто этих людей, смотря как задан вопрос, или вопрос удаляю, или вместе с человеком. Потому что реально задолбали. Здесь подходишь как бы с медицинской точки зрения, к похудению, ко всему, к диабету тому же. Пишут всякую хренотень. А вот мне помогает. Ну, вы что? Поп земли – вершина счастья, на которой нужно равняться, что ли? Есть официальная статистика, есть доказательная медицина, есть очень такие строгие исследования. А вот тети моей, тети знакомой моей знакомой помогло. Но флаг вам в руки, ради бога. Это ваше здоровье, вы можете его гробить, как вы захотите. И еще, с чем меня реально задолбали, это непрошенные советы. У меня прописано это в правилах. Сейчас еще раз на всякий случай напоминаю. Никаких непрошенных советов мне не давать. Мне не нужны советы. Прямо совсем не нужны советы. Поэтому, если вы их пишете, учтите, что это практически автоматический бан. Мое дело предупредить, ваше решить. На этом все, друзья мои. Я дико извиняюсь, что я реже стала видео выпускать, но чисто физически мне тяжело. Правда, это из-за Рамазана. Я знаю, что вроде как это отмазка, я все равно стараюсь работать во всем. То есть, видео из голосования я подготавливаю. Но, если что, чуть-чуть потерпите. Не хочется заменять качество количеством. Всех люблю, всех целую. Всем мирного неба над головой. Всего самого наилучшего. И пока-пока.